Вы говорите, что это исчезает на каком-то этапе, что чувствуется только Любовь, и всё это сопротивление полностью исчезает? Само сопротивление и станет вспомогательной силой. Ещё раз, тьма ава сияет, как свет. Именно за счёт того, что мы исправляем расстояние, отличие, внутреннее сопротивление, отторжение между всеми людьми. За счёт этого тот маленький свет, который находится между нами, который практически не ощущается, чувствуется как свет жизни, свет жизненной силы. Но не более того, не то, что это свет Тора, свет Творца, то, что светит нам во всех, во все тайны или секреты природы. Нет. Мы сейчас этого не чувствуем. Так вот, такая связь в 620 раз больше вырастет. И у каждого буквально будет ощущение чёткое и понятное большого полноценного мира, где абсолютно все мы находимся, как один человек в одном теле. И сила Творца будет наполнять нас без всяких отличий и ограничений. Так мы придём к полному поручительству. Мы на пути всё время работаем на объединение, раскрываем сопротивление и стараемся над этим просить более сильного объединения. Да. Есть этап, когда это заканчивается, и мы переходим к другой работе. Этапы, которые мы проходим, все приводят нас к раскрытию недостатка поручительства, недостатка объединения. Причём настолько, что мы требуем, мы кричим каждый в своём сердце, и мы все вместе в нашем общем сердце. Чтобы Творец разрушил эти преграды и дал бы нам почувствовать его как единую силу, соединяющую и наполняющую всех. Это, по сути, то, что мы должны получить у горы Синай. Так, чтобы над горой ненависти, сина ненависть, именно над сопротивлением мы раскрываем объединение с одной единой силой. Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok